Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как продвигалась кинокарьера пяти главных актёров, которые прославились благодаря фильму «Такси». 20 лет назад сверхбыстрое белое такси возило полицию города Марселя перед камерой режиссёра Жерара Пиреса. С тех пор в свет вышли ещё три сиквела под руководством другого режиссёра Жерара Кравчика при продюсировании Люка Бессона. А последняя на данный момент, пятая часть фильма, была срежиссирована Франком Гастамбидом. Тем не менее, отмечу, что первый фильм 98-го года остаётся самым культовым из-за своей оригинальности, юмора, трюков и актёрскому составу. Так чего же достигли актёры и какова их жизнь сегодня? Сами Насери – это он, тот самый Даниэль, настоящий герой, рассекающий Марсель за рулём Пежо 406. Но едва ли актёра можно назвать положительным человеком в жизни? Напротив, он прослыл настоящим хулиганом и дебоширом. Начиная с 2000 года, Сами не раз привлекал внимание полиции к своей персоне за нарушение законов. Громкий случай произошёл в феврале 2007 года. За покушение на охранника ночного клуба Насери был приговорён к 9 месяцам тюремного заключения, 6 из которых назначены как условные. В 2008 году, находясь за рулём без прав, он сбил на машине сотрудницу полиции. Также актёр отбывал 16-месячный тюремный срок за то, что ударил мужчину в январе 2009 года. Был оштрафован на 10 тысяч евро за эксгибиционизм и оскорбление в 2011 году на Каннском кинофестивале. В 2013 был заключён под стражу после драки в Париже. В июне 2015 года был оштрафован на 1500 евро за употребление наркотиков. В марте 2017 года заплатил 800 евро штрафа за разбитое окно во время боя. А в августе прошлого года комик получил травму головы после пьяной потасовки в баре в Москве. Послужной список привлечений можно продолжать очень долго. И он действительно немал. Хамство, разбой, акты насилия, пьянство, употребление наркотиков, вождение в нетрезвом состоянии, драки, нарушение общественного порядка и даже поножовщина. Таким вот образом актёр заслужил себе право считаться одной из самых скандальных звёзд во Франции. Актёр не появился в составе «Такси-5». Всего он снялся в около 50 фильмах. Но можно с уверенностью сказать, что огромное количество заголовков в прессе посвящены вызывающему поведению и юридическим проблемам актёра, чем его ролям в кино. Тем не менее, в 2006 году он хорошо сыграл в фильме «Патриоты», что позволило ему получить премию за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале в компании со своими коллегами по киноленте. Согласно некоторым источникам, Насри уже более года находится в российской столице. Там он участвует в новом проекте своего брата Биби. Обратите внимание, что актёр произвёл много шума весной 2018 года при выпуске «Такси-5». В продолжении франшизы новых персонажей играли Франк Гастамбит и Мальк Бентельха. Сами не стеснялся в выражениях, когда описывал свои впечатления от фильма, который, по его словам, погубил прекрасную память о первых четырёх картинах, снятых Люком Бессоном. Друзья, а вам понравилась пятая часть фильма «Такси» с новыми актёрами? Своё мнение пишите в комментариях под видео. А что касается личной жизни, то с 2005 года Сами Насри женат на актрисе Мари Геяр. Его единственный сын, 23-летний Джулиан Насри, собирается идти по стопам отца и стать комедийным актёром. Сейчас скандальному актёру Сами Насри 57 лет. Фредерику Дефенталю сейчас 50 лет. Актёр стал известен франкоязычным телезрителям ещё в 90-е годы, когда играл одного из главных героев телесериала «Судья и женщина». Но очевидно, что именно фильм «Такси» принёс ему настоящую известность. Зрителям очень понравился образ полицейского неудачника, в которого перевоплотился Фредерик. Последующие роли в кинофраншизе «Такси» только прибавляли популярности артисту. За роль полицейского Эмильена Дефенталь номинировался на кинопремию «Сезар» как лучший начинающий актёр. В нулевых ему всё чаще достаются главные роли. Он сыграл вместе с Анконином в фильме «Шесть» с Софи Марсо в «Белфигоре» фантоме Лувра. Также стоит отметить картины с участием актёра. «Шато Бриан», «Элитный отряд» и «Рецепты желаний». Время от времени актёр может быть настолько загружен работой, что иногда бывает задействованным в нескольких телепроектах одновременно. В 2017 году актёру поступило предложение принять участие в съёмках «Такси 5». Но Фредерик категорически отказался, аргументируя это тем, что без Даниэля нет смысла и в Эмильене. Имея успех на сцене и в кино, актёр решил вдобавок испытать свои силы и как писатель. Написанные им книги не стали бестселлерами, но имели некоторый успех. Его творения «Париж. Столица преступлений» и «Марсель. Столица преступлений». В 2012 году Дефенталь снялся в очень оригинальном психологическом рекламном мини-сериале «Шесть эпизодов по 3-4 минуты» под названием «Рецепты желаний». Что касается личной жизни, то в 1999 году артист женился на французской актрисе Клэр Кэм, но брак длился всего три года. Уже в 2002 году пара рассталась, но и в «Холостяках» Фредерик Дефенталь не задержался. Уже в мае 2004 года он вновь женился и снова на киноактрисе. На этот раз избранницей актёра стала Гвендолин Амон, внучка знаменитого писателя Жана Ануя. Рождённая в артистичной семье, актриса начала играть в кино и театре ещё за несколько лет до съёмок в такси. Но именно после такси в 1998 году её действительно заметили. Она была номинирована на Сезар как самая многообещающая актриса. На неё тут же отовсюду посыпались предложения. Сейчас 43-летняя женщина – знаменитость мировой величины. Вот уже много лет подряд она является одной из самых ярких звёзд, как в родной Франции, так и в Голливуде. После такси Марион утвердилась в кинематографе и стала получать одно предложение за другим. Собирать коллекцию из всевозможных кинонаград она начала ещё в 2005 году, получив премию «Сезар» как лучшая актриса второго плана за фильм «Долгая помолвка». А в 2008 году, представленной экране в образе знаменитой французской певицы Эдит Пиаф в биографическом фильме «Жизнь в розовом цвете», Котияр была награждена почти всеми существующими премиями. Золотым глобусом в номинации «Лучшая женская роль», Оскаром за «Лучшую женскую роль», ещё одним «Сезаром» и премией «Бафта». Режиссёр и сценарист киноленты позже признался, что при написании сценария его вдохновляли образ и красота Марион, так как она очень напоминала ему саму Пиаф. Каждая новая роль была поворотным моментом в её карьере. Актриса работала над серьёзными драмами и комедиями. Она снялась в таких фильмах, как «Крупная рыба» 2003 года, «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды 2012-го», «Макбет 2015-го». Также она снималась вместе со множеством звёзд первой величины. Леонардо Ди Каприо, «Начало», Брэд Питт, «Союзники», Джонни Депп, Джонни Де и многими другими. Котияр задействована и в модельном бизнесе. В 2008 году модный дом Кристиан Диор выбрал актрису своим лицом. И это неудивительно, ведь женственная и элегантная Марион вызывает симпатию и восхищение с первого взгляда. Актриса регулярно принимает участие в фотосессиях для рекламы сумок Диор. Что касается личной жизни, то в 2003 году на съёмочной площадке мелодрамы «Влюбись в меня, если сможешь» киноактриса познакомилась с актёром и кинорежиссёром Гийомом Кане. Марион и Гийом не только сыграли влюблённую пару в фильме, но и перенесли романтические отношения в реальную жизнь. Некоторое время Марион и Гийом виделись изредка, так как Гийом в тот момент был женат на немецкой актрисе Диане Крюгер. После того, как Кане удалось развестись, Марион стала жить с ним в гражданском браке. В 2008 году пара объявила о помолвке, но до сих пор знаменитости не зарегистрировали отношения официально. Пара воспитывает двоих детей. Актриса является убеждённым борцом и защитником экологии. Вместе с Мелани Лоран она сопровождала президента Франции Оланда в Маниле во время путешествия под знаменем борьбы с глобальным потеплением. С 2001 года является представителем ассоциации «Гринпис» и членом Всемирного фонда дикой природы. Сейчас актрисе 43 года. Фанаты знаменитого блокбастера, а также все любители машин, скорости и преследований, конечно же, помнят сногсшибательного комиссара полиции Петру. Блондинку с сильным характером, в которую был влюблён Эмильен. При росте 1,77 м красивая блондинка, которая до съёмок в 1998 году дефилировала по подиуму элиты Кристиан Лакруа, вошла в мир кино под благосклонным одобрением создателей фильма и мгновенно стала знаменитой. Эмма Сёберг снялась в четырёх частях франшизы «Такси» и завершила свою кинокарьеру. Далее она решила вернуться в модельный бизнес. Позже стала ведущей собственной телепрограммы в Швеции. В возрасте 50 лет Эмма покинула телевидение и подиум. После окончания университета со степенью в области экономики и торговли, Сёберг начала свой собственный бизнес в 2003 году. Разработала линию ароматов, косметики и продукции для кожи, которую продаёт в Финляндии, Швеции и Норвегии. Итак, Эмма Сёберг стала бизнесвумен и управляет собственной косметической компанией. Такой род деятельности даже позволяет ей присутствовать на крупных мероприятиях, таких, например, как последний Каннский кинофестиваль, где шведка начала продвигать свой бренд. К тому же это ещё и возможность вспомнить хорошие времена, как май 2000 года, когда вся съёмочная команда «Такси» была приглашена на красную ковровую дорожку в Каннах. В 2003 году модель и актриса вышла замуж. Супругом Эммы стал соотечественник, журналист, кинокритик и телеведущий Ганс Винклунд. После свадьбы актриса взяла фамилию мужа. В этих отношениях родились двое детей. В 2016 году супруги развелись, но несмотря на расставание, актриса поддерживает с бывшим супругом дружеские отношения и продолжает поздравлять Ганса с днём рождения со страницы своего инстаграма. Бернар Фарси до середины 90-х годов играл преимущественно роли второго плана, но и после реализации проекта актёр не был весьма задействован в киноиндустрии. Мы видели его в кинофильмах «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» 2001 года, «Братство Волка» того же года. Как я уже говорил, дуэт Нассари-Дюфенталь не появился в «Такси-5», но Бернар Фарси, который сыграл сумасшедшего комиссара Жибера в четырёх частях кинофраншизы, принял предложение создателей нового фильма и сыграл мэра Марселя. Верный приверженец комедий, он также был замечен в фильме «Безумная история про Макса и Леона», выпущенном в 2016 году. Друзья, а какая часть фильма «Такси» вам понравилась более всего и почему? Своё мнение пишите в комментариях. Всем успехов!